Объёмный фонд известного краеведа, кандидата философских наук Сергея Борисовича Петрова, которого не стало в прошлом году, пополнил Государственный архив новейшей истории области. Среди многочисленных документов архивисты обнаружили два подлинных дневника и письма Елены Глинки, дочери представителя симбирского дворянского рода, литературного критика-публициста Александра Глинки-Волжского и сестры советского поэта-прозайки Глеба Глинки. Как считает главный архивист отдела использования и публикаций Государственного архива новейшей истории области Рината Ильязова, дневники уникальны. Большая часть тех советских воспоминаний, советских дневников, они очень такие сухие и посвящённые именно каким-то важным историческим событиям. Это участие в битвах, это участие в революции, в гражданской войне, а здесь именно описание быта. Для архивистов это очень ценно и важно, поскольку помогает всё-таки восстановить историю вот этой советской действительности, советской идентичности. Елена была старшим ребёнком в семье Глинок. Она родилась в 1901 году в Симбирске. С 12 лет Елена начинает записывать свои мысли, размышления и переживания в дневники. Два года назад при встрече в Ульяновске Глеб Глинка, сын Глеба Александровича, передал Сергею Борисовичу Петрову только два последних дневника своей тёте под номерами 28 и 29. Они и оказались в архиве. Как рассказала архивиста, опираясь на дневниковые записи, большая часть жизни Елены Александровны прошла в Москве. Здесь она окончила филологический факультет и стала учителем русского языка и литературы. По мужу её фамилия Лебедева, однако она везде продолжала подписываться Глинкой. Её муж попал под каток репрессий. В дневниках Елена Александровна уделяет большое внимание и внешнеполитическим событиям. По словам архивиста, бытует мнение, что начавшаяся Вторая мировая война 1 сентября 1939 года несколько отдалённо воспринималась советскими гражданами. На самом деле, получается, что это было не совсем так, во всяком случае, для столичного населения. А Глинка пишет о том, что буквально в воздухе витало вот это напряжение, страх какой-то в том плане, что может всё-таки целое государство втянуться в эту, как она пишет, мировую бойню. Через три года, 25 сентября 1941 года, когда Великая Отечественная война шла три месяца, Елена Александровна оставляет запись в дневнике после посещения призывного пункта. В качестве медсестры она уехала на фронт. Сохранились два её письма с фронта. В них полно тоски и тревоги за маму и за сына Виктора. В дневнике был вложен листок со стихотворением её сына, где он описывает сражение. Вполне возможно, это письмо с фронта. Елена Александровна во время жестокого боя уже на территории Румынии погибла в сентябре 1944 года. По версии архивиста, на фронте погиб её сын Виктор. С некоторыми дневниковыми записями Елены Глинки можно познакомиться в книге «Симбирские глинки», которую составил и написал Сергей Борисович Петров. Там же вы узнаете о непростой судьбе всех глинок. Кроме того, прикоснуться к подлинным дневниковым записям можно в читальном зале архива. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Улл Правда ТВ.